Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы продолжаем с вами рассмотрение послания к евреям. Напомню, что в прошлый раз мы остановились на четвертой главе и сказали о том, что состояние адресатов послания, несомненно, оставляло лучшего, поскольку действительно они находились в трудной для себя ситуации и, по сути, находились на пороге отступления, будучи уже довольно давно членами христианской церкви и, претерпев за свои новые верования различные притеснения и искушения, они решили вернуться к своему прежнему образу жизни. По-видимому, речь идет о евреях, священниках, и неслучайно поэтому культовая тематика пронизывает все послание к евреям, и от этого отступничества призвано предупредить остановить этот процесс послания к евреям. И вот действительно в этой ситуации читатели послания размышляют о Боге. Почему? Благодаря их новой вере, благодаря тому, что они через нее получили, они не ощущают поддержки от Бога, они не видят ее помощи. И поэтому для того, чтобы действительно убедить своих читателей, что это так, автор послания предполагает целый ряд богословских построений, и мы, собственно, почти вплотную подошли с вами к самому главному, самоопределяющему тексту послания, который связан с тем, что Иисус Христос назван в этом послании первосвященником. А как и почему это стало возможно, мы с вами начинаем сейчас понемногу разбираться. Но прежде чем говорить о Христе как первосвященнике, автор послания вспоминает о том, в чем же заключались функции первосвященника ветхозаветного, и что стояло в центре его служения, определяло его. Пятая глава, первый стих. Без всякий первосвященник из человеков, избираемый для человеков, поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи. Могущий не сходить невежествующим заблудшим, потому что он сам обложен немощью. И посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И никто сам собой не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон. Аарон, брат Моисея, был родоначальником ветхозаветного священства. И в этом отрывке, который говорит о требованиях, предъявляемых первосвященнику, в то же время автор послания напоминает о том, что он был таким же человеком, как и те, за кого он приносил жертвы. И в центре послания стоит праздник День очищения, Йом-Кипур. Нам с вами более известны те праздники, наименования которых сохранились в христианской традиции. Это Пасха, Пятидесятница. В Евангелии мы с вами встречаем упоминание о празднике Кущей. Это седьмая глава Евангелия от Иоанна. А вот праздник Йом-Кипур нам нигде с вами в Новом Завете не встречается, за исключением послания к евреям. Что это был за праздник? На самом-то деле его значение, оно почти всем нам известно, поскольку, наверное, все мы знаем такое выражение «козел отпущения». И именно оттуда, из церемонии этого праздника, произошло это именование. День очищения был единственным днем в году, в котором по закону был предусмотрен пост. Никаких других постовых ограничений ветхозаветный закон в течение года не предусматривал. Но в этот год, в этот день постилось все население Израиля, весь народ, потому что этот день, он был посвящен искуплению от преступлений и грехов. Но это было не просто какие-то рядовые грехи, к которым мы с вами привыкли, и которые мы, в общем-то, с легкостью, например, называем сегодня священнику на исповеди. Нет, дело в том, что по представлениям закона, таких книг, как Левит, Числа, эти книги стоят в начале Библии, И если человек совершал умышленный грех, то есть осознанно делал какое-то правонарушение, понимая, что он делает не в состоянии аффекта, не в состоянии возбуждения, а преднамеренно, например, совершал какое-то воровство, да, или даже убийство, то Ветхий Совет не предусматривал за это никаких жертв. То есть человек оставался на один со своим преступлением, со своим грехом. Можно было бы что-то сделать в этой ситуации? Как из нее надо было выходить? Вот книга чисел, шестая глава, она предполагает такое решение. Человек обнародовал, он исповедовал свой грех. И тогда этот грех из умышленных переходил в разряд неумышленных, то есть неосознанных. Вот в этом случае уже можно было совершать жертвоприношение. Но это жертвоприношение, а Ветхий Знавед знал только прощение с помощью жертвы, никаких других путей для прощения он не предусматривал. Жертвоприношение не решало всей проблемой. Была еще одна загвоздка. Она состояла в том, что по представлениям Ветхого Завета это преступление, то есть осознанный, умышленный грех, он осквернял такую часть скинии или храма, как святая святых. Я напомню, что та часть храма, которая называлась святая святых, она олицетворяла собой место присутствия Бога среди его народа. И, собственно, ковчег Завета — это своего рода трон, престол. Такие переводы мы тоже с вами можем встретить, где невидимо выседает Бог. И, конечно, это самое святое, самое значимое, самое важное место в храме, да и вообще для израильского народа в целом. И вот оказывается, что в это святое место, в которое нельзя было входить не только простым людям, но и даже священникам, приникала скверно, приникала нечистота. И что в этой ситуации можно было сделать? Как эту нечистоту из этого святейшего места можно было удалить? И вот как раз удаление нечистоты из святая святых и был посвящен этот праздник, день очищения. Может быть, поэтому он и не упоминается о Новом Завете, потому что для Нового Завета он уже утратил свою актуальность. Итак, что же происходило в этот день? А в этот день, как мы слышали, священник, он приносил жертвы за грехи народа. И этих жертв было как бы две. Вернее, можно сказать, что она была одна, но на самом-то деле, по сути, козел отпущения тоже был своего рода жертвой, по крайней мере, служил этой цели искупления и прощения грехов. Итак, священник одного козла приносил в жертву и с его кровью входил во святая святых, а на втором козле он исповедовал, положа на него руки, грехи израильского народа, и эти грехи как бы удалялись от него, козла отпускали в пустыне. Вот, в общем, с этим и связана эта фраза козел отпущения. Итак, однажды в год священник мог зайти в эту самую святую, самую значимую часть Иерусалимского храма, святая святых. Кстати, могу отметить, что эта часть храма, она, по крайней мере, место, существует по сей день, по крайней мере, отмечена. Конечно, сейчас на площадке Иерусалимского храма стоит мечеть Амара, и туда не всегда можно зайти, но есть подземная часть, подземная, музейная, довольно распространенная, такая широкая программа, и там отмечено место, где считается, была святая святых. Действительно, надо сказать, что энергетическое так довольно сильно ощущение, когда проходишь это место. Ну, так вот, он входил в святая святых в ту часть храма, где присутствовал сам Бог, и в книге Левитв было сказано, что он не должен там задерживаться, он не имеет на это права, потому что в присутствии Бога человек не может находиться долго, и он удалял нечистоту, ритуальную нечистоту, с помощью вот этой крови, когда он окроплял пространство святая святых, включая и место перед Ковчегом Завета. Итак, конечно, для израильского народа это был очень важный, очень значимый праздник, и для вообще ветхозаветного сознания день очищения – это олицетворение, прощение и искупление Богом, и поэтому символика этого праздника, очищение через кровь. Она присутствует во многих местах разных новозаветных текстах, в том числе и в послании апостола Павла, например, наиболее ярко в послании к Риминам и в послании к Колосинам. Итак, мы с вами понемножку разбираемся с теми моментами для того, чтобы понять, почему же Иисус Христос назван первосвященником в этом послании, потому что это наименование, оно само по себе очень необычно, более того, оно странно. Странно потому, что дальше, уже чуть-чуть позже, сам автор послания скажет об этом, он скажет, что, конечно, в земной жизни Иисус Христос не мог быть первосвященником, точно так же, как если бы кто-то из нас, не будучи военнослужащим, надел на себя армейские одежды, или называл бы себя тем, кем он не является по должности. Так же и здесь. Дело в том, что еще один момент нам надо с вами поотметить, понятнее упустить его из виду, а именно, дело в том, что священником являлись только потомки Аарона. Если человек не был потомком Аарона, то он и не мог быть священником. То есть, священник носил родовой, сословный характер. Те, кто этому роду не принадлежал, не могли на это претендовать. А мы знаем, что спаситель произошел из колена Иуды, и поэтому, естественно, никаких священнических обязанностей или функций в земной жизни он исполнять не мог. Но послание, оно решает этот вопрос, решает его необычным образом, и здесь мы с вами встречаем такое напоминание. Так, потому что на самом-то деле этот вопрос, который я задал, он не случайен. И вот сейчас мы здесь по ходу дела сразу встречаем на него ответ, или, по крайней мере, первую оговорку, которая может быть вызвана у любого из читателей послания, который знаком с этой проблемой, которую они знают. Смотрите. «Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему, ты, сын мой, я ныне родил тебя, как и в другом месте, говорит, ты, священник, вовек по чину мелхоседека. Он в однеплоте своей сильным воплем и со слезами принес молитву могущему его спасти от смерти и был услышан за свое благоговение, хотя он и сын, однако, страданиями навык послушанию и совершившись, сделал для всех послушным ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину мелхоседека». Итак, автор настаивает на том, что Христос не сам присвоил себе эту честь, и более того, конечно, она не является некой фантазией самого священописателя. Бог провозгласил его первосвященником. Здесь мы с вами увидим как раз тот момент, о котором, как кажется, был разговор раньше, а именно как различные тексты Ветхого Завета, они используются по ходу дела, и как их истолкование, интерпретация, она позволяет автору послания вводить довольно смелые и, может быть, даже в чем-то не бесспорные решения и установки. И здесь, о части этого текста мы тоже уже касались раньше, говорится о том, что Иисус Христос достигает совершенства через свои страдания. Совершенство — это понятие, которое тоже носит культовую окраску, культовое значение, и, по сути, оно означает возможность общения, вхождения в контакт с совершенным Богом. Для нас с вами такого рода мысль может показаться довольно странной, необычной, потому что мы понимаем с вами, что Иисус Христос был Богом, и ему не надо было достигать совершенства, он был совершен изначально. Но дело в том, что в послании к евреям присутствует это такая, может быть, действительно малопонятное, уникальное, но в то же время интересное. Связь между небесным и земным, между временным и вечным. И в силу этой связи, благодаря ней, характеристики вечности, они переносятся на временное. В то же время временное становится отображением вечности. И поэтому, когда в 12 главе говорится о том, что Бог для того, чтобы ввести людей в единение с собой, своих сынов наказывает, для того, чтобы они были участниками его святости, здесь, в 5 главе, этот тезис, эта установка, она применяется и к совершенному Сыну Божию. Страдания не только делают его совершенным, но и говорится о том, что он страданиями навык послушанию и совершившись, сделал, то есть достигнув совершенства, сделал для всех послушных ему виновником спасения вечного. Итак, путь к спасению, к вечному спасению. Опять же, вечность в данном случае противопоставляется к каким-то временным явлениям, а временными явлениями связано все то в послании, что отображает ветхозаветный культ, потому что рано или поздно, буквально в ближайшее время оно уже прекратит свое существование. И здесь, конечно, говорится о том, что это спасение вечное, оно вводится первосвященникам от Бога, починами Хиседека, Иисусом Христом. И прежде чем дальше развивать эту тему, прежде чем как бы вести в то самое главное, самое яркое, что есть в этом послании, мы видим оговорку или предупреждение. Оно очень важно и очень значимо. А всем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Почему оно важно? Ну, потому что действительно сам автор послания, уже несколько раз, назвав Иисуса Христа первосвященником, прекрасно понимает, что задача, почему он именно так его именует, довольно непроста. Да, и действительно, мы уже не раз отмечали с вами, что это послание одно из самых сложных среди посланий вообще, и вообще, наверное, один из самых трудных текстов Нового Завета. И здесь мы видим тоже очень важную оговорку, ибо, судя по времени, вам надлежало бы быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. Для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец, и твердая пища свойственна совершенному, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Что-то похожее мы можем встретить с вами и в третьей главе первого послания коринцам, где тоже апостол Павел своих адресатов называет младенцем, которые еще не готовы принимать твердую пищу, а способны лишь пить молоко. И здесь схожая фраза. И, конечно, такое сравнение, оно не могло, может быть, отчасти не обидеть, где-то упрек этот мог быть воспринят болезненно, но цель его в том, чтобы немножко как бы встрепенуть, немножко растормошить своих адресатов для того, чтобы они были внимательны. Ведь действительно, мы уже не раз с вами отмечали, что понятно, что это послание действительно такое сложное и трудное, действительно ставящее очень значимые проблемы христианского богословия и понимание искупительного дела Христа вряд ли было бы обращено к простой аудитории. Неслучайно в послании, как мы слышали, говорится о том, что они бы должны уже быть учителями. Но этого не произошло. Вы стали тугие к слышанию, упрекает их автор послания и призывают к тому, чтобы они были стойки, и говорит о том, что твердая пища свойственна совершенному, у которых чувства навыков приучены к развлечению добра и зла. И здесь проводится очень важная параллель, очень существенная связь, которую на самом-то деле тоже неоднократно можем мы наблюдать и в других посланиях Нового Завета, в частности, в послании Колосим, это связь между нравственным обликом человека и его готовностью к восприятию Слова Божия, к научению. Действительно, мы понимаем, что всегда есть такое соответствие, потому что для постороннего человека, для человека, который еще не проникся христианскими установками, для которого они чужды. Многие максимы, многие призывы Евангелия, они будут совершенно чуждыми, непонятными. Зачем нужно любить врагов? Зачем нужно подставлять правую щеку и в чем-либо уступать? И мы могли привести очень много, чтобы людей не только настораживало, но и даже наоборот отстраняло от тех требований Нового Завета, тех ожиданий, которые мы с вами в нем встречаем. И лишь когда человек действительно проникается стремлением к добру, когда он хотел бы изменить свою жизнь, исправить ее и достигнуть вот того совершенства, на которое указывает послание, для него научение становится не чем-то скучным, ненужным, не просто каким-то морализаторством, а оно жизненнообходимо, потому что он воспринимает это как слова вечной жизни. И вот на это соответствие и указывает автор послания, потому что на самом-то деле этот путь взаимен. По мере нравственного роста человека возникает у него желание к познанию. И обратно, по мере того, как он больше и больше узнает и познает духовный мир и жизнь его, она тоже неизбежно отражает это знание. Оно не является просто номинальным, формальным, теоретическим, оно притворяется в практику жизни, осуществляется в ней. И вот на эту связь и указывает своим читателям, авторам послания, прежде чем он еще сделает им одно важное предупреждение в следующей главе послания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok